итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал сегодня у нас такой день когда мы будем только есть в общем я буду записывать сегодня чем я питаюсь такой своеобразный дневник питания беременной женщины потому что кое-где в комментариях всплывали вопросы на эту тему почему такая худая что там со мной так уж я плохо питаюсь то все вот решила записывать и для тех кому это интересно что я ем какой диеты я сейчас придерживаюсь при беременности кстати диета это любой способ питания то есть есть еду жирную там сладкую соленую на 5000 калорий день это тоже диета диетой называют нет когда ты сидишь голодаешь а диеты называют любой способ питания термин профессиональный а вот поэтому я буду показывать что ем ну я не говорю что я идеально питаюсь просто посмотрите кому любопытно у кого это вызывало какие-то вопросы и для себя снимаю чтобы себя контролировать потому что в те дни когда я склонна к обжорству к сильному перееданию я хоть не очень хорошо себя чувствую но кому она понравится не очень хорошо себя чувствует в принципе некоторые беременные женщины считают что плохое самочувствие при беременности тащи норма жизни я так не считаю я вижу разницу в зависимости от того допустим что я делаю или как я ем как меняется мое состояние то есть я уже для себя какие такие фишки почерпнула то что на меня хуже влияет а что наоборот позволяет мне чувствовать себя лучше легче просто пахать как бабочка и прекрасно себя чувствовать а не списывать все на бедную детоньку в своем животике что это из-за нее мне так тяжело и так далее я считаю что это несправедливо тем более у ребенка пока нет права голоса он не может вылезти и сказать мама ты врешь мама я не так тебя сильно отегощают это тебя отегощает твой переполненный желудок итак поехали давайте начнем мой день самого утра посмотрим что же я буду есть так ну что завтрак мой выглядит вот так кофе сладенький с молочком молочка добавлю молочко у меня обогащенная кальцием это вы все беспокойтесь что я недостаточно употребляю витаминов так домашний хлебушек из хлебопечки и вот такой вот крем сыр мягкий произведен он кажется где в польше в польше не корейский вчера пробовал такой вкуснющий как вкуснющий но хороший хороший добротный качественный продукт тут в составе молоко и сливки ну и какая там закваска еще и без консервантов конечно никуда в наше время но самое главное основа хорошие молоко сливки так приступаю к завтраку приятного мне аппетита так кофе какой сейчас пью кофе вот такой вот в этом месте не такой недорогой пил home плюс это собственная марка торгового центра в котором я покупаю покупала этот кофе но вообще там разные продукты продаются и так далее но такой дешевенький данной да вот знаете как у нас там бывают тоже товары той торговой марки которую ну в общем как как-то не знаю сам торговый центр производители не знаю какие-то компании с ним сотрудничающие до этого я пила кофе starbucks не помню как называть веранда кажется светлая обжарка не очень понравился вот этот намного лучше его я выбирала по запаху видите здесь такое отверстие чтобы можно было еще в магазине оценить запах вот запах очень понравился поэтому выбрала вот рича арома блэнд неплохой хоть и дешевенький прям намного дешевле starbucks а тоже натуральный молотый вот тут описаны способы его приготовления и заварки ладно встретимся уже за обедом я снова вернулась к вам решила от вас ничего не утаивать тут оказалось что я еще хочу с вареньем бутерброд вот поэтому вам официально об этом докладываю без добавки не обошлось ну как же до обед то надо дотянуть еще черт возьми так джем у меня виноград и так сейчас время обеда но что-то я еще пока не нагуляла аппетит поэтому решила не обедать просто перекушу вот налила молочка и вот такие хлопушки сейчас их туда в молочко и в микроволновку поставлю вот не хочу холодное это молоко не люблю холодные два в одном называется и попить и поесть все готово пойду перед телевизором поем смотрите на это зрелище какие вы самостоятельные у меня крыльясь укрылись лежат молодцы не очень то эстетично и аккуратно но зато это тепло да вы упаковались чудаки телевизор смотрят так ну что ж пришло время для ужина кстати правда ли что при беременности надо кушать за двоих правда вопрос только в том насколько увеличивать калорийно дневного рациона врачи говорят что в первом триместре можно не добавлять ничего по калориям к своему привычному рациону во втором триместре плюс 300 калорий к своему привычному рациону и в третьем триместре примерно около 500 калорий к своему привычному рацион то есть да за двоих но как говорится ребенок это все-таки не такой же большой человек крупный как и вы он маленький соответственно у него своя норма потребления калорий дневная да соответственно мы в первом триместре 0 во втором 300 во втором около 500 ну естественно было хорошо если вы еще думали о качестве этого питания чтобы она там была насыщена витаминами минералами это важнее ну блин это очень трудно это очень трудно я вот вот это все соблюдать и так что же на ужин сегодня на ужин сегодня будут домкассы готовить это такие свинные отбивнушки в панировке корейские вкусные и себе сварю спагетти а мужу рис муж спагетти не любит поэтому он будет с рисом а я буду со спагетти приступаем к приготовлению так вкусненько пахнут только вот масло себя много берут не поместилось 3 1 буду вот сейчас дожаривать хотела 3 они в принципе большие но тоненькие поэтому я еще три штучки одну себе две мужу вот мой ужин такая гигантская порция спагетти со сливочным маслом с перчиком черным томатный соус ну как просенок вот просто все и сразу капустка кимчи там все есть в тарелочке капустка отбивнушки вот на такие порезанные палочки потому что мы едим вместе с мужем он палочками есть они их режут чтобы вот палочками удобно брать но я ем вилкой еще есть огурчики такие запотевшие огурчики маринованные из холодильника они такие знаете очень сладкие очень кислые здесь домашние наши вкуснее так ладно я буду кушать не буду отвлекаться чай сразу себе налила сладкий в общем как поросенок такая была знаете до ужина держалась и вот как всегда вечером у меня какой-то поросячий срыв так теперь еще одна кружка чая и горяченький чокопай из микроволновки мы когда-нибудь пробовали разогревать его в микроволновке ну еще киви на десерт киви я ем ложкой прям выскребаю отсюда вот прям мякушку ложкой вот такой способ я увидела в интернете но он возможен только если киви спелы и так ну что вот и ночь пришла решила перекусить перед сном не обращайте внимание на крики на заднем плане это значит кот карабкается в тазик и муж смотрит сериал поэтому тому мужа орешь от в телевизоре а кот ну просто плачет не получается у него да не получается залезть опять полез на холодильник слезай я снова с вами отвлеклась ненадолго снимали их кота с холодильника он прыгает холодильника и потом прихрамывает ходить такой вот бестолковый видимо нагрузка на лапу он же еще и толстый у нас очень с лишним весом вот мы поставили смотрите вот такой вот заборчик чтобы закрывать кухню это я просто зашла не закрыла и вот она забежал опять запрыгнул боже какие звуки кошмарные как можно смотреть такие негативные сериалы так снова покушаю бутербродик с сырком и вареница немножечко ну и что и что и буду еще кое-какие дела поделаю и спать буду ложиться и вам всем спокойной ночи если вы наоборот смотрите это видео с утра то хорошего вам рабочего дня всего самого наилучшего люблю целую и пока пока